любителям обзоров покупок еды здравствуйте всем остальным кто это не любит идите мимо ездила я по делам в несколько магазинов и кое-что купила то что мне надо но я это обозревать не буду потому что пока она еще не готова и зачем его обозревать вот когда уже все будет готово то она будет однажды в обзоре в общем зашла так мне моя сетра как-то мы куда-то с ней ездили кстати вот наверное сейчас будет код где-нибудь потому что зашевелилась а вот прошел почему-то сквозь меня практически подо мной зашевелилась короче ездили мы как-то куда-то с родной сестрой и она жаловалась и являлась ли как-то так на то что если это скажу слово в камеру то вдруг люди обидятся мало ли кто обиженный такой обидчивый точнее м о с к а л и короче ну как обычно называют жители россии жителей другой немножко части россии были в атаке как она в общем ну я так поудивлялась ну мало ли там наплыв этих самых жителей другой части россии в окличе магазине но сегодня зашла сама убедилась охренела вообще не знаю может быть конечно то с теплохода прискакали люди может у нас уже теплохода и останавливаются может быть с автобуса туристического мало ли там это из центра в глубинку захотелось вот некоторые ко мне приезжали в глубинку тоже хотелось от чего-то там такого остросюжетного типа того углич посмотреть да некоторые по магазинам короче очень охренела там от бери вот это подешевле как говорил мои сестра сметают прилавка все что не приколочено вообще все смотрю в камеру вот я была сегодня свидетелем там мужчина женщина и я так она по телефону что-то обсуждали в общем что брать что не брать и там чего-то на булочку мазать лучше чем вот на тарталетку и еще что-то и я даже стояла рядом как раз что-то такое смотрела думала им посоветовать и что-то не втирали там типа вот эта цена полностью или с ндс а потом думаю да ну нах пусть покупают я просто офигевала потому что ну по идее думаю что атака шан он и в москве такой же как в угличе и суть если люди реально едут с москвы закупаться в угличе люди вы же до хрена на бензин тратите в чем у вас тут плюс вообще ну короче говоря вот лазала там как раз я наткнулась она них в отделе где периодически бывает точнее она там принципе так сейчас и есть это арахисовая паста и я чё-то туда туркнулась думаю но у меня принципе есть арахисовая термука слегка грубого помола как и говорили на сайте в комментах но там написано как можно сделать арахисовую пасту смешать типа с молоком или с водой я с водой смешала посмотрела в интернете что там еще как-то думал еще с кокосовым маслом смешать короче что-то как-то я не прониклась а вот льняная кашка из льняного жмыха в общем кашка на коде молоки из льняного жмыха с медом и арахисовой мукой очень вкусная и сытная вот я думаю эту муку в 300 грамм и будут туда сувать я что-то увидела так вот не поверите вот что-то у меня даже чек тут где-то есть она как-то так ну прям так прилично в том плане что я удивилась она недорого стоила мне кажется название то чуть чутка дороже это счастье рубич кунжут 200 грамм 126 рублей 50 копеек короче вот вот это вот вот а вот а вот а вот а вот а камера привет смотрю специально в камеру тут у меня крайне камин к кому-то ксмр чайных пакетиков которые дело аж 7 апреля совсем недавно вопрос был у кого это девочки или мальчик короче у какого-то существа анонимного скорее всего потому что мало тарка какая-то имя такое вообще ником типа куда ты смотришь я и ответила вы на чайные пакетики а чё помню куда я там смотрю и процента ну и и спросила а ты куда смотришь она конечно надо ответила думала еще не читала камин ты ли вообще не ожидает что там ответ будет в общем паста урбич из тертых семян белого кунжута 200 грамм я вообще не то чтобы я хотела бы пасту урбич кунжутную но у меня что-то такое было в общем в любимчиках висела на зоне у меня в этих сердечках я когда-то еще сначала что-то хотела потом видимо перехотела а тут увидела думаю а чё бы нет она 20 апреля создана 9 месяцев у неё срока жизни думаю ну попробую в крайнем случае буду в кашу сувать в общем вот я все-таки купила это я давно собиралась эту тилапию купить как блин в этой самой в атаке в дикте покупала тилапию хорошая тилапия вот это на именно той самой заморозки где 5 процентов воды остальное еда и хитов смысле рыба покупала тилапию высшие лиги парашка написано китай не знаю может быть тут тоже китай 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 рознь вот покупала в нашем уже бывшем нашем магазине магазине алиса я покупала на механке одно время тилапию потом покупала мясом ряду вот один в один с разницей чуть дороже чуть дешевле потом покупала еще где-то а в океане в океане она была в сухой заморозке но по вкусу было такая же ту же там кости попадались аб под его или филибис косе дал нам и специально даже слегка его приподнял вашего меня що да как то приподнялось или опустилось короче еще лучшей леги от все четыре вот разным магазина одна и такой лапе слегка не очень вкусная такая специфическим такой вкус классическая специфическая ты лапе с костями что в нормальные заморозки что в ненормальной И вот самая нормальная тилапия, что мне попадалось, это вот из Дикси. И вот тут, не знаю, мне все просто не видно было цену. Я не могла понять. Думаю, а потом решила, думаю, хрен с ним. Даже если этот маленький пакетик будет 300 рублей, я хотя бы узнаю, сколько она стоит. И какая она, вот сравнить с другими тилапиями из других магазинов. Обошлось мне это счастье. Да, кстати, тут сухая заморозка, 5% этой глазури. Остальная у нас рыбка. Где-то у меня эта тилапия там. 133 рубля 32 копейки. Тут 477, оказывается, грамм. И за килограмм у них идет 279,50. Ну, грубо говоря, 280. В принципе, даже дешевле, чем если бы я в Дикси что-то такое брала. Я так подумала. Да, вот 477. И, видимо, она как-то... Я сначала думала, что они все по 500, по 600 как-то свешены. А тут, видимо, именно как вот получилось. Может, в Дикси там все эти по 600 грамм их как-то водой слегка обливают, вот этой глазированной, чтобы к 600 грамм подвести. Потому что, ну, как-то удивительно. Вот я подумала, что если вот здесь вот навесы, действительно, какой тут конкретно весы за килограмм. И как в Дикси оно есть. Ну, не знаю, как вот вот она сама по себе. Тилапия. Тилапия без кожи, вода, питьевая, глазурь. Я помню, что вот в Дикси она такой хороший нажористый бульон давала, что я на нем супчик варила. Вот смотрю, как вот это будет завести. В общем, я ее тоже купила. Она ледяная, холодная. Ее-мое, куда пьем плетнуть там. Да, я вообще сегодня, не знаю, встать что ли. Наверное, не видно будет там. У меня эти джинсики. Короче, джинсики, которые я обозревала, наверное, в каком-то видосе или джинсиков, или отдельный видос в покупках, когда я еще работала еще в Фифе. В общем, джинсики, которые я покупала в Фифе в предыдущей работе своей и у сестры. В бывшем магазине. Джинсики рваненькие такие, со стральниками, с всякой вышивкой. У меня еще какой-то мальчик, который мне на мыло писал как-то, я не знаю имя. Там ник какой-то такой непроизносимый. У него раньше была такая аватарка. Прикольная аватарка, не помню, что нарисовано, но очень прикольная аватарка. Сейчас уже не такая прикольная аватарка. И здесь у него ник какой-то, тоже не помню. В общем, он нарисовал аниме и писал мне в комментах, я так поняла, что он тоже по АСМРу. Ну, в смысле, где-то треть, наверное, у моих подписчиков по АСМРу. Хрен его знает. Те, которые по АСМРу. Сколько вас тут. И, в общем, он мне писал, что он, о, типа крутые джинсы, я в таких же хожу еще. Я еще тогда удивилась на саму себя, думаю, в жизнь бы не купила себе такие джинсы. Вот я второй день их шеголяю, можно сказать так. Ну, на велике, конечно, в них не ездила. Но вчера выбирали мы последнюю запчасть для этой квартиры. И, в общем, как-то так. Или вот так лучше. В общем, тут у меня браслетик от Насти Зарецкой. Я даже специально ссылку на ее канал оставлю. Из какой-то там нашей первой, наверное, поменяешься. Тут эта бирюза такая прикольная. Тут, значит, на мне эта кофта Ифрашевская подарочная. Ну, вот у нее очень большой такой вырос. Я сегодня впервые за многие годы, я шучу, за несколько месяцев, ну, не знаю, за год, наверное, впервые, в этой квартире-то вообще впервые достала этот тяжеленный утюг. Поставила эту фигню, на которой гладят. И отгладила эту кофту, потому что поняла, что, наверное, легче ее отгладить, вот эти штуки, чтобы застегнуть вот эту вот булавочку. Тут у меня брюшка, большая коровка с четырьмя этими точками, черными и белыми. Чтобы как-то оно прилично было. Ну, в результате мне еще родня говорит, что это маленький такой район, все друг друга знают. Давай, типа, это, гладь, ё-моё. Ну, меня как-то обычно ведет на вещи, которые гладить не надо. В общем, я тут погладилась первые за многие месяцы, многое время. Вся такая голубенькая, гламурненькая, с этой своей сегодня летней сумкой пошла. Подумала, что такая, в принципе, жара. Ну, не то, что жара, я не знаю, может, градусов 15-19, что-то такое, сколько там в теньке. Потому что Яндекс говорит одно, а телефон мой сейчас узнает, что он говорит. А телефон мой говорит, а он пока не говорит. А, 18 градусов, он говорит. Короче, в принципе, довольно тепло. И куртку я даже сегодня не брала, вчера-то еще с ней таскалась. Подумала, что бы и нет. Ну, и что у меня дальше из этого атака? Вообще, я туда тупо перлась за шваброй. Но купила одно, пятое, десятое. Понимаю, что мне еще за гобеленчиком. Сказала, то, что покупала, да. И думаю, я уже это как-то не осилирую, потом эту швабру куплю. Суть важная была, не сколько швабру купить, сколько гобеленчик. Так. Вот у меня такое счастье. Я, наверное, тогда не делала обзор, потому что я как-то что-то уже покупала. Оно мне слегка потаяло. У меня два таких пакета. Я потом второй достану, чтобы удостоверились. Тут у нас плоды быстро замороженные. Слива. Слива без косточки. Половинки. Первый сорт. Каждый день. Кто-то в Каментах в свое время мне писал, что типа каждый день такая параша, то все, знаете, ну раз на раз. Мне, в принципе, нравится. Я их купила, мне понравилось. Там что-то 47 с копейками за такой пакетик 300 грамм. Вот мне часто последние года, годы, не знаю, как не везет в магазинах, когда я покупаю сливу в разное время. Она или крупная, твердая такая, с виду вроде хорошая, покупаешь, или кисляшная, вообще есть невозможно, или крепкая, вообще не раскусишь, недозрелая, либо вообще какой-то трендец, и уже коньки откинувшие. А тут я разморозила, очень вкусно. Я сначала думала варенько, ну в смысле не варенько, делать какой-нибудь типа там киселек, компотик. Потом думаю с этим сторожком козьим смешать, и в результате я ее в прошлый раз хомячила. Половину, правда, залила кипятком, у меня получился такой же компотик. Очень классная слива. И в этот раз я решила сразу два купить. Хотела вообще моих любимых иранских фиников, которые у них обычно есть по 80-83 или типа того килограмма, но что-то их не было, или я не нашла. В общем, вот у меня тут две сливы. Что, мало ли там фамы неверующие, какие меня будут смотреть. Купила я себе сыр. У меня подруга нахваливает российский сыр, сыр сливочный. А мне что-то, ну в смысле она российский нахваливает, такой вот тоже каждый день. А я решила сливочный. Вообще мне очень хочется периодически купить сыр-манджирок. Там он есть, в этот раз он был 629 рублей за полкило. Оставалось на 3 этих штучки, но мне такое ощущение было, что всегда как-то в последний момент отталкивает покупать. То ли у него наклейка там переклеивает, была еще подумала, но вот куплю, вдруг его есть невозможно, а вдруг он вообще испорченный. Как-то жаба душит 600 рублей, непонятно куда отдавать. Я помню, раньше был сыр-маус 300 рублей за килограмм. И я покупала этот шарик на 700 грамм. Мы с бабусей или я одна, чаще бабуся, ухомячивали его. Шикарно вообще сыр был, сто лет его не видела. В каком-то обзоре сырном у меня было про этот сыр. Целый год от него был, потому что я не помню, когда, в каком. Ну, наверное, там какая-то аватарка даже была, я ее рисовала в этом гимпе, наверное, скидывала там своим тогдашним двум знакомым. Там типа мышка с сыром у Лёли получилась мышкой нарисовать мышку, вообще. Еще до графического планшета, который, кстати, в этой хате еще не присобачивала. Ну, короче говоря, я решила купить вот такой сыр. А на тот сыр что-то глянула, беру уже, думаю, все, решила. Думаю, вот, Лёля, если очень хочется, ну, наверное, это все же надо. И смотрю, там муха дохлая приклеилась к наклейке на этот сыр, на наклейке, типа, когда он сделан, до какого он живет. Я тогда, ну, нафиг, возьму-ка луч обычный. Надеюсь, что он нормальный. Сыр с дырочками. Так, что у меня тут-то? А, да, тогда же, когда сливу я покупала и не обозревала, что-то у меня такая маленькая покупка из Атака была. Наверное, не обозревала, потому что, может, мне это вообще совершенно было. Тут, в принципе, мне сейчас-то особо некогда. Я тут еще монтаж не домонтировала, видос у меня. Когда у меня было три видоса задней, вообще их было четыре. Ну, и у меня, как бы, короче, до хрена. Я даже сейчас пока и так-то забросила, как-то не совсем когда. До два дня тут еще как-то слегка помирала. В общем, я тут это, тогда покупала там какие-то пельмени, название вообще не знаю, пельмени по 95, как они назывались. У меня, продавщица-то, я спросила, что за пельмени, я говорю, я не знаю, там так раскидано, говорю, такие пельмени, много их изделяется. Я говорю, а по 95. И тут я, и я так, мне они понравились, знаете, на два раза, что-то у меня по 13 пельменей было. Ну, грубо говоря, 26 пельменей у меня получилось смесить. И они, в принципе, вот как раньше были, Ермолинские, потом они как-то подиспортились, Ермолинские, не знаю, как сейчас, я давно уже не покупала в Ермолина пельмени. Короче, очень вкусные такие пельмешки. И вот они у меня в цельхазы же подставили. Я купила, решила, купила, да, вот, решила раз еще купить, но уже побольше. Потому что иногда, знаете, есть охота, точнее, сидишь, переводишь, разбираешь коробки, делаешь какие-то дела и забыл поесть. Вот забыл поесть и что с этим делать? Один товарищ говорит забить, но вот я сегодня забыла поесть, позавтракать. Ну, как-то забыл поесть, когда до этого еще ел, еще как-то ладно, когда забыл позавтракать, а перед этим два дня ходил так это в обморочном состоянии, как-то уже так. Ну, я-то, в принципе, сегодня делалася творожок козий, но с козьим молоком, со сметаной, коровьей и с варенькой. Да еще решила этим миксером. Фигней, которая у людей называется блендер. Вообще так незамно очень классно получилось. Короче, купила себе пельменей. Козе, что-то тут на 800 грамм, что ли. Да, у меня в каком-то последнем стриме мне что-то вякали, что я матерюсь, так вот, я не материлась. ХЗ, каждый принимает по-своему. Сила своей испорченности. Еще что у меня тут, еще я себе купила, я вспомнила, что, наверное, когда-то мне девочка, которая меня смотрела чисто из-за СМР, а потом она, наверное, отвалилась, а потому что я ее сто лет уже не видела, и она мне не пишет, и не сошлись мы с ней, скажем так, во мнениях, ну, допустим, на тему ЛГБТ. Я к ним нормально отношусь, но когда они до меня начинают докапываться, то я к ним уже как-то не хочу от них отвалиться. Как-то так. Короче, она мне в свое время советовала гематоген, когда вот я такая вся помиральная. А я тут вспомнила, думаю, что же я, а я стабильно забываю, что же я такое делаю, когда я помираю. Давай через два раза. Я купилась гематоген, ядированный, народный. Что-то он там по 14 рупий. Сделано, кстати, свеженьким. Чаще всего там попадается какой-нибудь гематоген, который дня через три уже ухнет. А я тут февральский. Так, и что у меня тут еще? А еще у меня тут... Вот эта фигня, я надеюсь, что она все-таки не меньше, чем нужно. Нужно, вот эта фигня, сейчас я скажу, что это за фигня, это крышка для микроволновой печи. Тоже каждый день, 3 марта. В смысле, в марте она сделанная. Посуда изделия для холодильников и микроволновых печей из полипропии. Видимо, это какая-то полипропия. Или полипропия не склоняется, хз. Короче, тут с дырочками. Я что-то давно уже, я уже полгода хочу себе новую эту крышечку. И все, когда прихожу в какие-то магазины, где вот это все бывает, то крышечек нету, то я забываю, что у меня на крышку. А тут что-то поперлась. Я вообще хотела совершенно другую мисочку. И увидела крышечку. Думаю, что это за такое? А потом смотрю крышечку. Она вроде как кажется пониже, чем моя. Ну, может быть, она такая и есть. Фиг знает. Думаю, главное, что она не больше, чем есть. Тут вот эти дырочки. Эти дырочки я заметила раньше, чем у той крышечки, когда они уже подохли. Короче, вот еще такая крышечка. Что-то она вообще какие-то в два раза дешевле, чем я тогда покупала. Вот покупала, не знаю, года три назад, что ли. Как-то так. Короче, 27 с чем-то. В общем, да, пельмени вот эти были по 95. Как они назывались, что-то я в чеки не очень вникла. А так как они стояли вот так вот на уровне где-то метра от меня, частой такой, ни хрена не видящий, то я видела только цену. Ну, черная цена на желтом фоне 95. Она и тогда была черная, в желтом фоне. В общем, вот такие пироги. Я, наверное, еще что-нибудь хотела сказать. Вумные. Как черпаха тортилла, такое же вумные. А может быть и нет. Но, в общем, если вы сию осилили, то я и ладненько. Всем пока.